ВСУ ведут контрнаступление на Харьковском направлении, продвинулись на 50 километров, Генштаб. Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. За три дня наши воины продвинулись на 50 километров. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, начались военные учения, в ходе которых планируется отработать вопрос освобождения захваченных территорий. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из Беларуси. На Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась. В других направлениях враг продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам Украины, а именно на Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементьевка. Большие проходы – Питомник, Руськи и Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка. На Славянском направлении – Удалины, Краснополья, Славянска и Никольского. На Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичная, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменская, Ивана-Дарьевка, Спорная, Раздалевка и Григоровка. На Бахмутском направлении – вблизи Яковлевки, Солидара, Бахмутского, Бахмута, Веселой долины, Зайцево. Нью-Йорка и Веселого. На Авдеевском направлении – в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опросного. На Новопавловском направлении – возле Мариинки, Поросковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Причастовки и Никольского. На Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожная, Красная, Новоандреевка и Орехов. На Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Архангельская, Нововознесенская, Миролюбовка, Нововоскресенская, Белогорка, Новогригоровка, Шевченкова, Л. В связи с наступлением наших войск в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил РФ переходит к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве живого щита. Поселок. Закрыт на въезд и выезд. Подразделения сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши защитники успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка. Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям вооруженные силы Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 километров за три дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Окупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярская. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию России. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев. Напомним, украинские. Защитники продолжают мощно бить по российским оккупантам на юге. В СУ уничтожили два склада и паромную переправу врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова